Приказ об отступлении 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 Дни и ночи Симонова Да ну что еще Бека Волкламское шоссе Потом появилась Те же годы Примерно Фадеев Молодая гвардия Белая береза Повесть о настоящем человеке Затем Спутники по новой Почему все таки мы считаем Некрасова Основоположником Вот этой военной прозы Которая Вошла в полную силу Только где-то через 10-15 лет Если брать Значит Василия Быкова Там Астафьева Бакланова Бондарева Они шли от Некрасова Великий Вот Иоанн Дегин Вы знаете Поэт Который Да да Последний Умер недавно Последний поэт войны Да он мне очень много Рассказывал про эту повесть Некрасова Они дружили в Киеве Ну тот самый Дегин Который написал Мой товарищ Смертельный агоний Да Он лежал в госпитале В 1946 году И ему дали Этот вот журнал По-моему Звезде была опубликована Да если не что-то Знамени Я прошу прощения Знамени И он Настолько вот ошалел От того что он прочитал Он писал тоже Так же о войне Но первый раз он увидел Что это Попубликовано И он два раза подряд Перечитал эту повесть Они дружили Да Притом Дружили очень близко И Некрасов же очень много Сделал для Баби Ваяра В свое время Да 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 И Дегин тоже выступал За то чтобы на Баби Миру Поставили там памятник И так далее Кстати Одна из причин Насколько Если я не ошибаюсь Одна из причин Эмиграции Некрасова Была связана И с Баби Миром Напомню сюжет Этой книги Это описание Войны с июля 1942 года До февраля 1943 Отступление летнее 1942 года И бои Затяжные бои Оборонительные бои В Селинграде На пятачке Глазами участника войны Командира Керженцева Керженцева Который является героем И повествователем И вот через него Дается Собственно что Это повесть О природе войны О механизме войны О работе войны Война дана В преломлении В сознании Керженцева У повествователя Такое всеобъемлющее зрение Он видит героев Он видит события Дебют беспримерный Он с первой книгой Входит в литературу Причем тут что поразительно Это в знамени Печатается в 1946 году Восьмой, девятый, десятый номер Август 1946 года Постановление о журналах Звезда Ленинграда То есть Ахматова и Зощенко Более того В десятом номере Где печаталось значит Там сдвоенный Да, номер сдвоенный был Там вначале шло постановление Речь Жданова 38 страниц журнала Занято этим материалом И сразу после идет Текст Некрасова Который начинается так За всю свою жизнь Не припомню такой осени То есть поразительно Такой осени Вот Как могло появиться Это совершенно пронзительное произведение В контексте 1946 года И почему он получил Все-таки сталинскую премию За это Ведь известно Что Фадеев Первоначально Вычеркнул его Из списка Из списка Значит Претендентов на премию А утром появляется Правда и известия Где Некрасов И Вишневский Его позвал Редактор знамени Позвал его значит В кабинет Закрыл все двери Сказал Ну вот Это мог только сам решить Дело в том Что эта вещь Очень многомерная Если говорить О ее художественном Достоинстве То она конечно Очень велико Об этом и говорил Андрей Платонов Да Ну и кроме того Ведь это описание Механики войны С точки зрения инженера Я бы хотел напомнить Что Некрасов родился 19 ноября Значит 1911 года Ровно через 200 лет После Ломоносова Нет нет Там есть такая тонкость Он родился 19 ноября Герой Керженцев Но есть другое Но дело в том 19 ноября День Святого Виктора Виктора То есть именинно его Как бы 19 ноября Поэтому он героя Дает день рождения А То есть такая еще Хитрость Мне кажется Успех Народный успех Книги Связаны вот с чем И в общем Вот эта сталинская Виза Значит Метафора Значит На судьбе романа Это не вполне случайность Потому что Нужна была Некартонная книжка Да То есть был Общественный вакуум Который этого требовал Есть хорошие воспоминания Лазаря Лазарева Значит Которые кстати Вот как раз Через Дегена Они связаны Значит И А он был Командир разведроты И в общем Вполне себе Значит Воевавший человек И Ему кто-то посоветовал Почитать Некрасова И он сказал Ну а что Очередная книга Про то Как мы заманили немцев На Волгу И там их окружили Вот с некоторым пренебрежением А потом Значит Пропустив Какие-то важные дела Двое суток Читал В библиотеке Сам журнал Дело в том Что Вот есть такая Тоже другая метафора Виктор Шкловский В ЦО Или письмах Не о любви Говорит о том Что власть Не говорится С народом По-арамейски И вот Книга Некрасова Это была книга Которая говорила И по-арамейски И по-армейски Значит С теми людьми Которые отвоевали И он был свой И я бы кстати Только вот исключил Разговоры о пьянстве Потому что Пьян Позднее Это все Это все Туманит Разговор О литературе И вот это Ощущение Того Что пришел Свой человек Говорящий На своем Некартонном Языке Вот непарадном И за что Собственно Его ругали Тогда В этом узком Промежутке Между Публикацией Премии То есть Это был Нетрадиционный А потом Замолчали Да Потому что Его ругали За то Что он не видит Дальше Бруствера Что у него быт А этот быт Оказался важен Ну Я помню То ли 68 То ли 70 Мы жили В Доме Творчества В Ялте И там был Некрасов И он был Среди всегда Трезвый И он Очень трогательно Ухаживал за матерью Там мать была Старая Такой сын Хороший Я запомнил его Хотя мы были знакомы Очень шапочно Но вот такое ощущение Такой чистоты осталось Ведь Кто же написал Корнилов по-моему Вика Вика Честь и совесть После лагерной поры После лагерной поры Я Несколько лет назад Я был В Волгограде В знаменитом музее Старнинградская панорама Громаднейший музей Как раз на месте Окопов Старнинграда И самое поразительное Что В этом Громаднейшем здании Музея Нет книги Никасова Не только нет тогда Ее нет и сегодня Вот посмотрите Парадокс Книга вышла Из 140 изданий Более 140 На 36 языках Включая китайский И еврит Но известно во всем мире А в Старнинграде Нет книги И в Киеве нет Самое поразительное Музей ВОВ В Киеве Великой Отечественной войне Это вот нет пророка В своем отечестве Вот поразительно А вот смотрите Вот у меня такой вопрос Вот жанр Что это такое Ведь там идет Последовательная цепь событий Как кстати Василий Теркин Там нет завязки Нет развязки Нет любовной интриги Хотя в фильме Если вы помните Фильм солдаты Сделали там Так пунктиром Там с этой Медсмед С врачом У него Роман Вот Что это Дневник офицера Причем Хронологически Это значит Июль 42-го года Февраль 43-го Отступление И сама Сынградская битва Госпиталь Там еще Мне кажется Тут сама война Дает жанр Потому что Смотрите Началось С отступления Которое было Суматошным Хаотичным Диким И вообще Ну Только не Совершенно мог Начинать С отступления Дальше Остановка Этого Оступления И потом Завершается Маленькими Такими Молекулярными Как бы Наступлениями Буквально Там 12 человек Бросаются В атаку И они все-таки Берут Эту шутку То есть Микро наступление А потом Завершается Огромным Котлом И собственно Как бы уже Победой Сама война Как бы Она соавтор Этой книги И вот она Дает этот сюжет Понимаете Но там что интересно Вы говорите О наступлении Там наступление О нем Говорится Но оно не показано Да-да-да Там что они Как сидели На этом пятачке Уже Армия Паулюса Окружена Они сидят На этом пятачке Они могут сдвинуться С него Показано только То что он видел Своими глазами В рамках одного батальона Все происходит Да И вот какие были претензии К нему Эмпирическая реальность Там есть такая фраза На войне Никогда ничего не знаешь Кроме того Что у тебя под носом Творится Это Да И это как раз Ограниченность кругозора Объединение духовного мира Значит что там еще Ремаркизм Ремаркизм Это самое Нету слова коммунист Недостаток идейности Причем в основном критики Которые не воевали Ему все это вешали Такие обвинения До премии Понимаете Ну потом ремаркизм конечно Да Подражание ремарку Как это Вот там же есть эпос некий Вот ощущается Черчилль упоминается Высадка союзников То есть как бы все это На втором плане Но мы чувствуем Эту гигантскую битву Которая идет в мире Но как бы Все концентрируется На пятачке Нет генералов Ну там один раз По-моему Родимцев упоминается Родимцев реальное лицо Да Помните как у Мирова Билл Максим Родимцев Ощупывал Коммунистов вперед Вот как раз Родимцев реальный И Чуйков там упоминается Один раз Один раз Да Чуйков Реальные исторические Нет там не только Нет вообще генералов Но нету даже наград Вот мне кажется Когда этот полковник Дает им задание Взять сопку И он берет Мало того Он там закрепляется И мы ждем Вот я жду все время Что сейчас появится Этот полковник И скажет Вы Мы присваиваем Звание Героя Советского Союза Ничего этого нет То есть Есть мужество Есть героизм И нет никакой Оценки Власти Вот это очень странно Да Но зато Есть отсылки К Толстому Неоднократные К Севастопольским Рассказам И вот это Слазное Такое Историческое воздействие Вот оно И есть как раз В этой книге То есть масштаб дается Один из главных И любимых его писателей И самое удивительное Что Бондарчук Когда делал Войну и мир Предлагал Никасову писать Сценарии И Никасову не решился Конечно Ведь впервые В русской прозе Быт войны Показан Есть правда Еще один источник Это Прилег Вздремуте У Лафета Но слышно было До рассвета Как кликовал француз Но тих был Наш бивак Открытый Кто кивер Чистил весь избитый Кто штык точил Ворча сердито Кусая длинный ус Бородино Причем Война Смотрите Позиционная Там нет таких Наступлений больших Ну как подробно Амундирование Что там еще Знаки отличия Еда Устройство блиндажей Детали Это именно механика войны Да Выпивка Спиртом Коньяк Они трофейные берут Подробно Куриво Постоянное куриво Которое они курят все И смотрите Вот там Они выпивают Ну Когда Ну В основном Офицеры пьют водку Там Солдаты же получали Получали 100 грамм Наркомовские Ну да И даже Об этом они пишут Но ведь Мы знаем из воспоминаний Фронтовиков Что ведро водки Давалось там На всех участников И даже иногда Медлили писать О погибших Чтобы Выпивали водку По полагающейся на убитых Такое тоже было Вот Вы говорите Механизм войны Быть войны Ведь Это напоминает Знаете что Ну хотя Не очень такое Корректное сравнение Когда Хейли Стал писать Аэропорт Отель Где подробно Разбирается Вот вся механика Как это сделано Как это сделано Это стало модно Через много лет Только В западной прозе У него это На примере войны Как раз Это все показано Впервые Вот знаете Значит Очень хорошо Что прозвучали слова Дневник офицера На самом деле Это Как ни странно Значит Такое совпадение Дневником офицера Называл эту вещь Изенштейн Назвал Да Некрасов угадал Поскольку Я не думаю Что он Так уж Прилежно учился У Хингвея Вот эту идею Про вершину айсберга Которая нам видна То есть Там же Эти мелкие детали Они как раз И создают Эту картину Вот прилипший Окурок К Бобе убитой Вот он курил Только что И окурок еще жив А он уже нет Его уже нет Потом Вот эти петлицы Там же целая история Значит Вот со споротыми Шевронами и петлицами Когда Трус Готовясь Что он попадет в плен Или сдастся в плен Он спорует С себя Комсоставские нашивки Чтобы значит И предлагает Керенцеву Да Что Там мы еще Нужны Родине Мы должны выжить Да И вот Там это не рассказано Подробно И вот эта вот Экономия Текста Она и играет Роль дневника У Винокурова Есть стихи В шинелке рваный Без обуток Я видел в поле Мертвеца Толпа кровавых Незабудок Стояла около лица Мертвец лежал Недвижно Глядя Как медлит Коршун вдалеке И было выколото Надя На бескровенной руке Восемь строк Вот пожалуйста Ну детали вообще В русской военной поэзии Да У меня вообще поразила Деталь такая Со спичным Коробком Ну а когда Вот это невероятная Совершенная история Я кидаю коробок Он не долетает Это он сидит Он сидит Воронки Они когда сядут Воронки Между передовой И с каким-то человеком Он не знает даже кто Тот спрашивает Если у тебя спичка Он бросает ему коробок И вот этот коробок Не долетает Не долетает И он Это совершенно верно Потому что все Простреливается Медленно Осторожно Высовывается Из воронки Движется по снегу Три тысячи Винтовка И он Мушкой винтовки Этот коробок Цепляет Это такая Киношная Кинематографическая деталь Как Некрасову удалось Вот смотрите Первая часть Она такая Спокойная Довольная Хотя Видно что Герой Недоволен собой Вот он постоянно Что-то ему Не нравится Он Хотя вроде все спокойно Он с этой Люсей гуляет Там что-то такое Они там Выпивают Разговаривают И видно что Нету войны И вот Как кстати Мне Дегин Говорил Что страх Приходит Страх Уходит Как только Начинается война Самое страшное Ждать В ожидании Он тоже пишет Что атака Атака Да И вдруг Начинается Сама война Это страшно И вот Я прямо чувствую Что он прямо Ликует Началось Что-то Переломилось И вот это Потрясающе Потому что Это Битва При Сталинграде Стало Переломной В Великой Отечественной войне И мы чувствуем Что и в книге Вот такой Перелом Происходит Вот паразитная Одна фраза Я сейчас Зачитаю Мы прислушаемся Не летят ли еще Мины Но их больше нет Ну идите Говорит Максимов Протягивай руку Смотрите же Он крепко Пожимает нам руки Делает движение Будто хочет обнять Но не обнимает А только пожимает руки У него очень крепкая Рука пожатия То есть Вот это Желание как бы Обнять И сдерживание себя Это характерно Для поэтики Кстати это очень знаете Что напоминает Если брать параллели В поэзии Это Слуцкий Теперь что из себя Представляет Образ повествователя Вот смотрите Керженцев Он повествует От первого лица Причем Минимум Сведений биографических Мы только знаем Что он архитектор Что он из Киева Насколько этот образ Автобиографичен Если брать Судьбу самого Некрасова Или тут есть Какие-то ножницы Нет Это Автобиограф Некрасова Ни всякого сомнения Очень он Ну близок Насколько я понимаю Очень близок ему И как-то он Полностью И идентифицирован Почти всегда Его отожистили С Керженцем И это Это понятно Знаете как он говорил Герои вымышленные Но жизнь не вымышленная Вот Керженцев Он Храбрый человек Да Несомненно Там Он судит О войне Но судит Не в прямых Каких-то Воссказываниях А в поведенческих Только Вот как он себя ведет На войне Какой критерий На войне Там смелость Прежде всего Помните Он говорит Как бы себя Повел его товарищи Там школьный Или кто Если бы там Разведка Мы пошли Что можно сказать Еще про Керженцева Насколько он Убедителен Как герой Я не помню Чтобы В прозе Военной Ну там Много образов Есть Что был герой Вот такой Самосдержанный И именно Его профессионализм Здесь очень важен Потому что Роль сапера Поняти Вот когда я это читал Ну перечитывал Я был просто поражен Потому что Инженер полка Это человек Который Отвечает За все Инженерные Сооружения То есть Это отвечает Именно за Механику Войны За все Такое впечатление Что он все время Понимает Ход развития событий И помните Капитан Абросимов Начальник штаба Который Бросил На смерть Практически И после этого Был суд И так далее Он И там понимает Что Абросимов Не прав Он Как будто бы Он чувствует Все вперед Поддержу еще Юрий Вот в чем И это важная мысль Действительно Про Саперные части Есть старая фраза Видимо Из 19 века Что война Выигрывается Тремя вещами Штыком Лопатой И ложкой И вот Про штык Очень много писали Всегда То есть И вот Та самая Советская военная литература Она все время писала Про штык А вот про лопату И ложку Как-то меньше И вот Естественно Война совсем не фейерверка Просто Трудная работа Когда черно от пота Вверх Пойдет по пахоте пехота Ну да Вы знаете Что меня поразило Вообще Прочтение Ведь батальон 400 человек Там от батальона Он принимает Командование батальона 30 человек Боевых 36 Остальные там Писаря там И прочее Понимаете И больше того Когда значит Там обороняется Там 12 человек Остается в роте Они обороняются Причем Не приходит пополнение Там все Выбивает всех А в фильме вообще говорят У вас 36 Это много Это много Причем Что интересно Там ни разу не упоминается Сталинский приказ Ни шагу назад Где он там клемит Что Красная Армия Значит Вот себя опозорила Это жесточайший приказ Потрясающий документ Ну вот Чтобы не быть голословным Обороны на Осколе Более не существует Все что вчера еще было Живым Стреляющим Ощетинившимся Пулеметами И винтовками Что на схеме Обозначалось Маленькими красными Душками Зигзагами И перекрещивающимися Секторами На что было потрачено 13 дней и ночей Вырытая Перекрытая В 3 или 4 наката Старательно Замаскированная Травой и ветками Все это уже никому не нужно Через несколько дней Все это превратится В заплывшее Илом Жилище лягушек Заполнится черной Вонючей водой Обвалится Весной покроется Зеленой Свежей травой И только детишки По колено в воде Будут бродить По этим местам И так далее Вот напрасность Всего сделанного И они отступают Они теряют Связь с дивизией С полком Все идет Беспорядочно Достаточно Такое художественное Описание Мне кажется Вот и сделано Это очень жестко Жестко Без всяких Там Что еще Поразительно Там смерть Отступление Все время Солдаты шутят Там шутки солдатские Они Это средства Самозащиты Или может быть То есть Или народный характер Ну вот буквально На одной странице Здесь смотрите Какой армии ребята А вам в какую нужно 38-ю Не туда попали В справочном Спросите И смеется Или тут же Значит Залазьте в мой экипаж Подвезу домой Трамваи все равно Не дождете Или дальше А я серьезно отвечаю До Слинграда Как-нибудь доберемся До Слинграда А тебя что не устраивает В Ташкент хочешь Или в Алма-Ата Ну то есть Вот это Отступление Они же не теряют Присутствие духа И дальше Даже когда они хоронят Там После бомбежки Отшельник смерти Бытовое Бытовое явление Нельзя переживать Потому что если начнешь переживать Ну как у Дегина Вот Ты не ранен Ты просто убит Это у Дегина А там Помните Сцена с Петровым Он ему что-то Начинает рассказывать Ты не прав Иди разберись И тот говорит Сейчас пойду разбросить Вдруг бам И пуля бьет Вон между глаз И он падает И Керженцев Абсолютно Никак не реагирует Вроде бы Ну да Там нет слов сочувствия Там кто-то говорит Ну жалко Смерть становится Обыденной Бытовое явление Потому что Иначе если Начнешь переживать Из-за каждой потери В свою войну проиграешь Это поразительно Конечно Я бы хотел Два слова сказать Никаса ведь актер И у него очень был Красивый голос Буквально за два года До смерти Он стал на радио Свободу Читать Окопы И он читал Каждую главку отдельно И более того Он каждую главку Читал небольшие Мини-предисловия Сопроводил Буквально каждую главу И это очень важно Он читал Несколько месяцев И каждую главу Комментировал И это очень важно Другие мини-комментарии Не комментарии Такие как у литературоведа Бывают там В конце И объясняют Что такое А он как бы Пытался По-другому Заглянуть На эту же войну И на свою книгу И в 81 году Он После словия Крати книжки Которую он снова Назвал Сталинград Он издал ее в Лондоне Он Снова уже рассказывал О своем отношении К войне И К литературе войне Три года в армии В самые тяжелые Для нее дни Полюбил ее И победами ее горжусь Полюбил вечно Чем-то недовольного Рядового Бойца Солдата Он стал называться Позже Как бы Сказать Нет не того Что на Плакатах Или в Берлине В Тиргардене Спокойного Уверенного В каске Их никто Никогда не носил А другого Пилотки Пол Европы И вскарабшегося На листак Да Образы товарищей Ну вот скажем Там же ведь Есть и Ширяев И тот же Фабер Странный Фабер Такой интеллигент В очках Да Кто там еще И Лисогор Корнауков Вот это Как бы Ну плеяда Товарищей Из которых Многие погибают Корнауков погибает Калужский по-моему Да Калужский Трус Трус Два дезертира Которые во время Отступления смываются Там В родное село Там разные Человеческие характеры Вот как Эти Как бы Даны образы Участников войны Разные Не только там Скажем Он восхищается Но он показывает Реальное Вы знаете Тут мне кажется Очень важно Он создал образ Такого товарищества Вот именно Они Которые Хотят На войне Уйти в госпиталь Отдохнуть Они потом Из госпиталя Хотят на войну Почему Потому что Они хотят Увидеть товарищей И с ними Вместе это делать Это самое страшное Опасное дело Вот тоже Это вопрос Как раз К героям Имеет отношение Чумак Переворачивается на живот Подпирает голову руками Почему они выстрели Почему инженер Почему Объясни мне Что почему Почему все так вышло А помнишь Как долбали нас В сентябре А все таки не вышло Почему Почему не спихнули Я с Волгу У меня Кружится голова После госпиталя Я все таки Слаб Лисогор Объясни ему Почему А я немножко Того Прогуляюсь Он уходит Вот Керженцев Он не может Говорить Высокие слова Что вот В кино Это как сделано Там Как бы лица Даны Всех Вот Из-за этого Выставили Лица Солдат Кстати Нет слова Солдаты Там Слово Боец Бойцы В том то и дело Они бойцы И нет слова Офицеры Почти там Командиры Командиры И бойцы А он уходит От прямого ответа Лисогор Говорит Объясни Вот это скрытая Темнота патриотизма Как раз Вы знаете Что судьба Кинофильма Была сложнее Даже чем книга Книга Его ведь запрещали Жуков запретил Фильм Там была Очень серьезная Большая проблема И он даже В Киеве Обращался К Чуйкову Один раз Он был на приеме Чуйкова И просил Помочь Прочитать книгу И посмотреть фильм И тот отнесся Добытельно Как ни странно Только предложил ему Вот упомянуть Где-нибудь Знаменитого Снайпера Зайцева Зайцева И познакомиться Никасов сказал Да конечно Но ничего не сделали У него был Такой Субой Свои принципы Которому он Как известно Не уступал Истории С упоминанием Сталина Говорит об этом Кстати о Сталине Вот смотрите Кстати о Сталине Там два раза Написано Что два раза Что портрет Сталина висит Причем там один раз Он висит рядом С портретом Джека Лондона В землянке Он любит Джека Лондона Герой И один только эпизод Ведь что просил Цензор Как раз вспоминает Что добавьте там Сцену Хоть маленькую сценку На полстрани На две странички В кабинете Сталина Он говорит Я не могу придумать Я вижу только то Что пишу А потом Когда переиздавался В 60-е годы Роман Просили убрать Сталина Убрать И он тоже не согласился Вот тоже Характер Ему название книги Предложили менять Предложили Волгоград И он ни за что Не пошел Есть такой анекдот Прошу прощения Есть такой анекдот Как спрашивают За что у тебя медаль Как за что За оборудование Волгограда А кто вручал Сам товарищ Волгин Так что это то же самое Понимаете Вот Сейчас я найду Вот Единственный разговор Сталина Вот они сидят В линдаже А все таки Воля у него какая Говорил Говорит Ширяев Не подымая глаз Ей богу У кого не понимаю я У Сталина конечно Два таких отступления Сдержать Ты подумай только В 41 году И вот теперь Суметь отогнать от Москвы И здесь стать Сколько же мы уже стоим Третий месяц И немцы Ничего не могут сделать Со всеми своими Юнкерсами и Хенкелями И это после прорыва Такого прорыва После июльских дней Каково ему было Ты как думаешь Ведь второй год Лямку тянем А он за всех думай Мы вот как-нибудь 500-600 метров Держим И тут ругаемся И тут не так И там плохо И пулемет заедает А ему за весь фронт Газету И то вероятно Прочесть не успевает Ты как думаешь Кирженцев Успевает или нет Не знаю Думаю что успевает Весь Вот вся сталинская тема Вот смотри Там еще есть Помните вот разговоры Разговоры Сейчас скажу Георгий Акимович Куда нам с немцами воевать Говорит он Нервно подергивая галстук И собирая лоб в морщины Немцы от самого Берлина До Савинграда На автомашинах доехали А мы вот в пиджаках И спецовках В окопах лежим С трехлиниейкой образца 91-го года Игорь вспыхивает Он вечно сцепляется С Георгием Акимовичем Что вы хотите этим сказать Что воевать не умеем А что такое уметь Георгий Акимович Уметь от Берлина До Волги Дойти вот что надо уметь Отойти от границы До Волги Тоже надо уметь В общем И значит Они спорят А в фильме Ведь опасный разговор Мы о чем В фильме Параженческий Я сейчас на вас пойду Ну как бы Не-не Он говорит Идите доносите Он там До вас за это Да 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 Идите доносите Чего в книге нет Кстати Но сам разговор Параженческие настроения Это к стенке ставили вообще Вот Хотя он сам герой Этот Георгий Акимович Реальность И это тоже откровенность То есть это тоже Придает книге Особую ценность Это прошло А вы знаете Мы забыли Мы так упомянули Вскользь Фабер Интеллигент Странная такая Ну Знаете Ко-нибудь Напоминают Ну немножко конечно Безухова на войне Который вот такой Неуклюжий Хотя он кадровый офицер Он учится И человек мыслящий Все время думает Он такой одинокий Человек на войне Не входящий Не ругается Не входит в компанию В эту самую Не пьет Не ругается Не умеет плавать Не дерется Морду Ну вы знаете Там по-моему Есть Вообще это мужественный Такой был поступок Со стороны Некрасова На мой взгляд Потому что Наверное Это первый образ Послевоенной литературе Воина-еврея Мне кажется Очень важно Что Фабер Проходит инициацию То есть он И откровенный разговор И когда он на суде Когда он на суде выступает После этого говорится О том что Ну появилась какая-то Уже другая нотка А там Чумак упоминает Еще одного еврея Я не помню фамилию Он говорит У него вся земля погибла И он лстит Мы еще знаете Что забыли Вот эта сцена Когда командир Обросимов Бросает в атаку Там погибает масса людей Причем он бросает Несмотря на то Что его отговаривают И там какие-то другие Есть варианты наступления Лобовая атака В лоб Гибнет Значит Много Бойцов И потом его судят Его исключили Там Судят Знаменитый Судят Ты не имеешь права командовать Говорит Кто-то Ему Вот Тоже эпизод Довольно Непривычный Для Ну это один из главных эпизодов Эпизодов Да Вот какие командиры бывают Его разжалуют По-моему В рядовые В рядовые И в штаба Да Вы знаете Один из самых сильных Мощных образов Этой книги Это Валега Да Ординарец Валега Там или связист Как его называли Такой народный характер Ему 18 лет всего Он его опекает Как отец Там Знаешь Я подумал Кого напоминают Ну так С поправкой на время Савельича Из капитанской дочки Мне напомнил даже Швейка немного Швейк юморист Он все время шутит А этот мрачный Такой неразговорчивый Ни разу не улыбается Валега Но преданный ему До мозга костей И причем Не в силу Холуйства своего Не в силу того Что он там Хочет услужить У него это в природе Заложено Он заботится Да Хотя он Там даже Смотрите Там сказано Что он сидел Причем его даже Интересует За что он сидел Неважно Ну это не за политику Я думаю Вряд ли А скорее Там за какое-то уголовное Он за плотник Ну кстати Про Валегу Там такое впечатление Что это такой важный Для русской литературы Образ дядьки Причем Вне зависимости от возраста Я думаю Что все-таки Жизненного опыта Несмотря ни на что У Валеги больше То есть Несмотря на его молодость Понимание жизни Да То есть он там Нахлебался И в общем Конечно там Интеллигент может чудить Но у него Своя Народная правда Он знает Где можно обжечься Да Это он абсолютный герой Да Вспомните с водой Когда вода закончилась Он вдруг куда-то Ползет к немцам Пошел к немцам Взял какой-то бидон Или что-то Он взялся канистру Такую Канистру Да Оказалось что у нас с вином Термос А у нас там вино Термос с вином Оставляют пустой И доставляют Причем вино Не только пить Охлаждать пулемет Да Да Это колоссальный вопрос Да Он вроде попробовал И надо будет Ну и что Для пулемета все идет Да Замечательно Хорошо Я задам заключительный вопрос Такой общий Ко всем обращенной К себе Ну вот Существует Великая Военная поэзия И военная проза Ушли все участники Ну вот Дегин Юрий Бондарев Бондарев Слава богу Жив Юрий Бондарев Когда умер Дегин Умер Умер В 90-е годы Умер Гранин Почти столетний Недавно Вот последние ушли Бондарев снова Жив Дегин ушел в апреле Да 92-го года Он 25-го года Ушли почти все свидетели А вот я хочу спросить Возможно ли в 21-м веке Там в середине В конце Я не знаю В начале Появление новых Скажем Войны и мира Как Общенационального Айпоса Закрепляющего В сознании В национальном Победу на века Может быть И появится такой человек Но он должен обладать Невероятным талантом Конечно Вот Невероятным талантом Потому что Люди Которые писали О войне Они конечно Намного У них Что называется Гандиака Перед таким человеком Он Они просто Видели это Они могли просто Как Некрасов Записывать То что он видел Ну Можно Надеяться Что наша земля Богата Талантами Мне кажется Тут проблема Состоит в том Что и советские Писатели И антисоветские В ряды которых Влился Некрасов Со временем Значит Они Уходят В общественное служение Ну вот Пример Например Захар Прилепин Это не дает Возможности Концентрации Для того Чтобы написать Войну и мир Нужна невероятная Самодисциплина Нужно после первого успеха После севастопольских рассказов После детства После всего Еще собраться На несколько лет И вот Сделать этот подвиг Понимаете Вот если бы нашелся Такой человек Мы Мы можем мечтать Только об этом Но писателей Такого масштаба Как Лев Николаевич К сожалению Нет Вот сейчас мы их не видим Вот в этом проблема Мне кажется Пожалуйста Ну да Только приходится сожалеть Но мне кажется Что Это не важно Не всегда важно Что человек должен быть Непосредственно Свидетелем Таких Катаклизмов Таких Великих событий Как Война Все равно Талант есть талант И конечно Такие люди Я уверен Что Появится И И появились И в кино Прежде всего Мы знаем Людей которые Не были на войне Но сделали Замечательные фильмы О войне Да Владимир Я думаю Что это невозможно И дело Даже не только В том Что нет Такого писателя А нет Такого читателя Который был У национального романа Война и мир Литература изменилась Изменились Средства художественные Изменилось Отношение К эпопеям И Я думаю Что Вот Эта литература О войне Которая Случилась Она Совершенна И совершена Вы знаете Вот Я сам себе Трудный вопрос Это задал Мне кажется Что уже создан эпос Чем дальше мы отходим От военной поэзии И прозы Тем она крупнее Кажется Другое дело Что она сейчас Как бы ползабыта Потому что Не играют Эти тексты Такой роли В сознание В сознание национальном Как они Могли бы И должны Играть Но я думаю Что будет Как говорил Бахтин У каждого смысла Будет свой праздник Возрождения Понимаете И в будущем Ну трудно судить О будущем Но если правильно Должен быть гений Какой-то Гений Который Обобщит Какие-то вещи Ведь Гомер не был Современником Троянской войны Но он написал Илиаду Может не написано Огромного такого романа Масштаба войны и мир Но все повести военные И поэзия военная Конечно Это свидетельство Это правда о войне Это правда о войне Которая В общем-то Мне кажется Останется навсегда Ну Я Зачитаю Последние Заключительные строки Этой Замечательной повести Где-то Высоко-высоко В небе Тарахтит кукурузник Ночной дозор Над баррикадами Зажигаются фонари Наши фонари Не немецкие Некому уже У немцев зажигать их Да и незачем Длинной зеленой вереницей Плетутся они к Волге Молчат А сзади штержантик Молоденький Курносый В зубах длинная Изогнутая трубка С болтающейся кисточкой Подмигивает нам на ходу Экскурсантов веду Волгу посмотреть хотят И весело Заразительно смеется Так заканчивается Эта книга Которую мы сегодня Обсудили Перечитали Вот я например Перечитал после долгого перерыва С большим удовольствием С большим интересом И большим волнением Хотя книга Казалось бы Моего детства Вот И я думаю Что конечно Это классика Советской литературы Именно советской Не побоюсь этого слова Это классика Русской литературы Она несомненно останется Она несомненно останется В сознании национальном И в литературном И я скажу как всегда Читайте и перечитывайте классику В том числе Военную классику Читайте и перечитывайте Ваш Игорь Волгин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok